Как всегда, в оперативном режиме прошло очередное заседание областной думы. Депутаты за каких-то полчаса рассмотрели полтора десятка вопросов в повестке дня, а также успели обсудить стремительный рост цен на бензин. Главным политическим итогом стало назначение выборов губернатора на 9 сентября. На заседании регионального парламента побывала наша съемочная группа. На повестке дня 15 вопросов. В зале 40 депутатов из 56. Начали с главного – того, что в последние недели беспокоит каждого жителя нашей области – рост цен на ГСМ. Этот вопрос не был внесён в повестку, тем не менее, было озвучено. Для остановки роста тарифов необходимо создание профильных комитетов. Далее основные вопросы. О назначении мировых судей. Кандидатов два их утвердили на пятилетний срок работы, потому как по деловым, профессиональным качествам и стажу работы они, как было сказано на заседании, заслуживают указанные должности. Новую должность получил и депутат Пётр Семёнов. Его избрали заместителем председателя комитета Воронежской областной думы по имущественным и земельным отношениям. Об исполнении областного бюджета за 2017 год отчитался первый замруководителя Департамента финансов области Алексей Чибисов. Как было отмечено, такого бюджета не видели давно. Правительство Воронежской области сработало эффективно. Были обеспечены доходные части и расходные. Все параметры бюджета выполнены. Основные средства были направлены на социальные аспекты и адресную помощь. И сегодня в дальнейшем мы приняли изменения к закону. Также более 10 миллиардов было направлено на выполнение обязательств по дорожному строительству. Это обеспечение качественной инфраструктуры, дорожной сети. Областной бюджет выполнен с профицитом, снижен государственный долг, кредиторская задолженность отсутствует. 17 миллиардов было направлено на исполнение майских указов президента. 15 миллиардов рублей на конкретную адресную помощь жителям региона. Профицит в 7 миллиардов рублей перешел на 2018 год. Если дыры в бюджете отсутствуют, то дыры дорожные еще латать и латать. Говоря о дорожном строительстве, народные избранники отметили, стоит внести коррективы, чтобы не вышло, как в прошлом году, когда асфальт укладывали в ноябре. Депутаты утвердили и дату проведения выборов губернатора Воронежской области. В ходе заседания было предложено провести выборы в единый день голосования – 9 сентября. Такое серьезное мероприятие, которое беспокоит, волнует жителей Воронежской области, как мы будем развиваться, кто будет выбран. Поэтому, я думаю, жители примут верное решение, как считают нужным, да, и изберут до остального. Губернатор, руководитель Воронежской области 9 сентября в единый день голосования. Заседание прошло в ускоренном режиме. На рассмотрении 15 вопросов ушло меньше получаса. Депутаты спешили присоединиться к просмотру прямой линии президента России Владимира Путина. Светлана и Михаил Греченко, 41 канал.